привет 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 так жду когда присоединитесь напишите пожалуйста нормально слышно ли нормально меня видно кто не знает меня зовут она на устьюгова я эти коуч так привет я эти коуч я ведущая блога эти for beginners сейчас напишу вам в комментариях название моего аккаунта чтобы при желании вы потом могли меня найти пишется он так у нас был запланирован сегодня совместный эфир для тех кто не был на предыдущих частях и не знают но у нас не получилось его провести инстаграм не дает поэтому я сегодня здесь вещаю 1 и рассказывать я вам буду про этим про то что это за площадка почему на ней стоит себя реализовать какие есть подводные камни какие есть нюансы и в конце вас ждет интересное предложение для тех моих подписчиков знаю что их вас здесь немало будет для тех из вас кто давно хотел приобрести курсы со скидкой будет специальное предложение и так начну немножко сначала я помню то что дамы в предыдущих частях закончили с вами про налоги но чтобы в эфире в записи было все все в полноценном варианте вкратце расскажу почему именно эти чем эта площадка интересно для мастеров почему ее выбирают большинство мастеров во всем мире на данный момент это самая крупная международная площадка для продаж химейда которая в принципе есть есть ее аналоги есть сайты которые пытаются как бы у эти отхватить кусок у кого-то что-то конечно понемножку получается но пока что реальные альтернативы реального другого сайта который бы имел такую же рекламу такие же охваты был настолько же известен вот во всех европейских американских странах такого нет то есть эти это действительно лидер у которого пока что нет реальных конкурентов именно поэтому я с этой площадкой дружу уже больше десяти лет то есть я впервые на ней зарегистрировалась лет 12-13 назад я тогда была еще студенткой амбициозной студенткой но тем не менее так вот я с сайтом эти знакомы давно и ничуть не хочу с ним пока что расставаться потому что меня в целом очень и очень устраивает и давайте по порядку самые распространенные вопросы которые мне часто задают про работу на эти я сейчас озвучу а потом в конце если у вас останутся какие-то вопросы ко мне вы сможете мне их задать я конечно же на них отвечу и так что нам нужно для того чтобы открыть свой магазин на эти по факту вам нужен только при пол аккаунт и больше ничего данный товар да конечно тоже нужен но по факту нам нужно хотя бы одна фотографии даже не обязательно чтобы этот товар был у нас в наличии то есть это может быть товар какой-то из тех которые мы делали раньше но которые мы готовы повторить для наших покупателей на эти дальше paypal paypal регистрируется очень быстро сама регистрация на сайте занимает ну по крайней мере у меня она заняла минут пять-десять от силы если вы впервые на таком сайте может быть чуть-чуть подольше у вас времени займет дальше после этой регистрации нужно будет подождать пару дней пока вам привяжут счет к paypal мы привязываем наш банковский счет банковский счет отдельно открывать не надо если у вас есть банковская карта значит этой банковской карты есть банковский счет то есть вы можете посмотреть так визиты карты привязать именно вот этот счет дальше по поводу фотографий к одному товару на эти мы можем прикладывать до 10 фотографий желательно чтобы фотографии было не менее пяти но это желательно по факту нужно отталкиваться от ситуации есть товары которые в принципе могут спокойно продаваться даже с одной фотографии от себя крайне рекомендую к самим фотографиям отнестись очень серьезно очень ответственно потому что фотография это то что действительно определит будет у вас продажа или не будет будет у вас вообще даже посещение просто вашего магазина или не будут потому что можно сколько угодно биться над продвижением можно сколько угодно подбирать ключевых фраз для того чтобы мы были на первых страницах поиска везде да то есть в гугле и на эти и где угодно но если фотография будет невкусно если фотография будет не интересная не цепляющая клиент не захочет на ней кликнуть то продажа просто не случится поэтому к фотографиям очень вас прошу отнеситесь серьезно дальше частый вопрос надо ли для регистрации на эти иметь и п самозанятость о и какие-либо другие формы юридической ответственности да сам эти не требует то есть по факту вы можете просто как физическое лицо зарегистрироваться на площадке и продавать но ваши отношения с налоговой это ваши отношения с налоговой то есть по факту может так случиться что вы будете торговать как физическое лицо но налоговая все-таки захочет к вам докопаться то есть от этого вы не застрахованы по этой причине я сама работаю как и п то есть мне так спокойнее но я Я, естественно, ИП зарегистрировалась не сразу, а тогда, когда я поняла, что действительно овчинка стоит выделки и что мне так спокойнее, мне так надежнее. Как будете поступать вы, решать именно вам. То есть я просто говорю, что эти не требуют юридической формы. Дальше вы принимаете за себя свое взвешенное решение. Далее. Частый вопрос, нужно ли знать английский язык. Я была долгое время убеждена, что английский язык обязательно нужен для продавца на Etsy, но опыт моих учеников говорит об обратном. Потому что очень много есть мастеров, которые не знают английского языка от слова совсем. При этом это не только какие-то там молоденькие девочки, которые там шустро знают, как там что перевести онлайн, но и женщины в возрасте. У меня даже есть выпускницы мои, которые уже на пенсии. То есть они не так свободно владеют интернетом, но тем не менее, без знания английского языка они тоже справляются, они тоже торгуют, тоже управились этим зверем с Etsy. Поэтому, если вы не знаете английского языка, это не проблема. По факту, нам обычно для чего нужен английский язык на этой площадке? Во-первых, общаться с покупателями. Во-вторых, оформить магазин. В-третьих, оформить наши товары. Общение с покупателем. На Etsy сведено к минимуму. Далеко не каждый покупатель, в принципе, захочет с вами вступать в переписку. Большинство вообще проигнорит, даже если вы сами решите что-нибудь там написать. То есть просто так устроен сайт. Это так же, как, не знаю, с чем вам сравнить, с Алиэкспрессом, допустим. Вы пришли на сайт, вы увидели, что вам там что-то понравилось, вы нажали, добавили в корзину, купили, оплатили, вы забили. Вам дальше могут писать продавцы, вам могут что-то там сообщать про статус заказа. Вы просто можете даже не заходить и не читать. Вот на Etsy примерно такое же поведение у большинства покупателей. Поэтому английский язык для общения с покупателями вам, может быть, конечно, и понадобится. Но он понадобится достаточно редко. То есть на 10 заказов, может быть, 1-2 покупателя у вас появятся какие-то такие разговорчивые. Либо у вас будет какой-то такой покупатель, который захочет какой-то индивидуальный заказ разместить, который будет выбиваться из вашего уже имеющегося ассортимента товаров. И он захочет обсудить эти детали. Вот в этом случае вам, конечно, английский язык будет помощником. Но, в принципе, вам вполне будет достаточно онлайн программ, таких как Яндекс.Переводчик. Вот если сравнивать Яндекс.Переводчик и Гугл.Переводчик, я рекомендую пользоваться Яндекс.Переводчиком, потому что, на самом деле, у него как-то грамматическая структура более близка к той, которая должна быть. Дальше. Для оформления товаров. Для оформления товаров вы, конечно, тоже можете пользоваться онлайн-переводчиками, но вот здесь я как раз этого не рекомендую делать, так же, как и для оформления магазина. Потому что описание нашего товара и описание нашего магазина – это наше лицо по факту. То есть покупатель может не контактировать с вами в личной переписке, но тексты он хотя бы по диагонали, но прочитает. И если там будет написано «Моя, твоя, не понимать», если там будет ломанный английский, то, скорее всего, вы произведете не самое лучшее впечатление на покупателя. Хотя, в принципе, американцы, европейцы, они очень сдержанно относятся к грамматическим ошибкам в плане английского языка, потому что понимают люди, что не все обязаны его знать. Но, тем не менее, я призываю все-таки, если вы хотите сделать, чтобы ваш магазин был красивым, чтобы к нему было отношение как не к магазину однодневки, а как к магазину с хорошим брендом, с хорошим статусом, лучше все-таки сделать нормальные профессиональные тексты. Заказать перевод у переводчика. Можно сделать шаблонные тексты для ваших товаров, где вы будете менять только размеры, может быть, цвет, какие-то там нюансы, два-три слова в общем. Но база у вас будет основная переведена на красивый английский язык, который будете просто менять от одного товара, одной карточки товара, к другой карточке товара. Что касается описания магазина, то там, в принципе, вы один раз текст поставили, больше вы его можете не менять годами. То есть это разовое вложение, которое вы делаете для того, чтобы ваш магазин выглядел красиво, солидно и в глазах покупателя более-менее хотя бы надежно. То есть это все равно показатель того, что вы готовились, то, что вашему магазину можно доверять. Дальше, что еще меня часто спрашивают в плане подготовки к открытию магазина. Сколько нужно товаров? У самого эти, у них нету требований, что у вас там должно быть обязательно 10, 20, 30, 50, 100 товаров. Нет. Они требуют только один товар на стадии открытия. Дальше вы решаете сами, сколько вы хотите. По своим наблюдениям я могу сказать, что оптимально, нету вообще в принципе такого понятия, как оптимальное количество товаров. То есть все зависит от ниши. Есть ниши очень высококонкурентные, где в принципе магазины наполняют каждый день, по несколько товаров добавляют. Есть магазины, которые наоборот могут спокойно существовать с пятью позициями. Допустим, магазины с куклами Блайз. То есть там очень редко бывает такое, что вы найдете магазин, в котором будет большой ассортимент. В основной своей массе сложно выделить какое-то среднее. То есть это будет и среднее по больнице. Но если вы занимаетесь, допустим, украшениями, или если вы занимаетесь каким-то текстилем, если вы занимаетесь какими-то там корзинками, сумками, ну в общем, какими-то такими товарами более-менее повседневного спроса, то есть не какими-то коллекционными работами, не какими-то супердорогими работами, в этом случае я рекомендую ориентироваться хотя бы на 10-15 позиций на старте. И потом постепенно ассортимент свой наращивать. Но еще раз говорю, это так, среднее по больнице 10-15, то есть может чуть меньше, может чуть больше, но желательно начинать хотя бы с такого количества. Если нет возможности, ну вот случилось так, что вам сейчас прямо хочется открыть магазин, и нет просто ассортимента, а вы понимаете, что надо, либо сейчас открываю, либо потом уже точно не соберусь. В этом случае вы можете перевыставить уже на начальном этапе свой товар, допустим, несколько раз. К примеру, у вас есть какая-нибудь там расписная обложка. Вы ее выставили как одна позиция, потом через несколько дней вы выставили ее как новая позиция. То есть у вас по факту одна и та же обложка будет выложена с разными фотографиями, разными названиями, разными там тегами, про это мы еще дальше будем говорить. В общем, с разной подачей по факту один товар, но выложен два раза. Для вас это будет как дополнительный ассортимент, ну и плюс будет дополнительная возможность захватить большую аудиторию в поиске. Но делаем это в том случае, если действительно нет возможности насобирать нормальный реальный ассортимент. Дальше, дальше. Что нужно знать еще, если вы решили открывать свой магазин? В плане финансовых вложений тоже частый вопрос. Требуются там какие-то большие вливания, там есть какая-то абонентская плата, нет абонентской платы. Смотрите, эти, у них есть свои пакеты, да, то есть у них есть бесплатный пакет, есть платный пакет пользования сайтом. Платный пакет Etsy+, и я на самом деле не знаю даже, ну практически не знаю людей, которые им пользуются. Большинство продавцов, включая там очень крупных продавцов, работают на бесплатном пакете, да, то есть Etsy-стандарт. Он не подразумевает какой-то абонентской платы, он подразумевает просто выкладку, мы платим за факт выкладки товара на Etsy, и мы платим за рекламу, если ей пользуемся, и платим процент за продажу. При этом, при этом, выкладка товара у нас может быть бесплатной, чтобы у нас была выкладка товара бесплатной. Выкладка товара в принципе называется, знаете, листинг, то есть если я дальше буду где-то упоминать слово листинг, знайте, листинг это позиция товара. Вот, у нас есть возможность на начальном этапе, когда мы только-только открыли магазин, не платить за наши листинги, за наши товары, а воспользоваться при открытии так называемой реферальной ссылкой. Реферальная ссылка, если по-русски ее назвать, это будет ссылка приглашения, то есть это ссылка, которой с вами делится любой продавец, действующий продавец. Вы переходите по этой ссылке и регистрируете свой магазин. В конце регистрации, когда вы нажали на кнопочку OpenShop, открыть магазин, вам начисляются бесплатные листинги, то есть бесплатные выкладки. Общая сумма 40 штук. Да, то есть вам дается возможность на 40 товарах попробовать, интересно вам продавать на этой площадке или неинтересно. При этом, как устроена система жизни товара на Etsy? Когда вы разместили какой-то товар, какой-то листинг, этот листинг будет жить в вашем магазине до 4 месяцев. Исключение, если вы его сами решили деактивировать раньше срока, либо если этот листинг у вас купили. То есть, допустим, вы разместили какую-нибудь там тарелочку расписную, через месяц ее купили, все, этот листинг у вас деактивируется, он переходит в проданные. Если ее не купили, то у вас эта тарелочка может стоять в ассортименте вашего магазина вплоть до 4 месяцев. После этих 4 месяцев она либо у вас автоматически деактивируется, либо она у вас автоматически пролонгируется на следующие 4 месяца. То есть тут зависит от того, какие настройки вы сделали. Если в вашем магазине не будет бесплатных листингов, то есть вы открылись, допустим, без реферальной ссылки, без вот этой ссылки приглашения, в этом случае стоимость листинга будет 20 центов, но если вы из России, либо из Республики Беларусь, либо из какой-то другой страны, где есть НДС на услуги, то сверху этих 20 центов мы будем платить еще дополнительно НДС. То есть в случае с Россией мы платим за одно размещение товара на эти 24 цента. То есть 20 центов плюс 20% НДС, а получается 24 цента. Повторяю, при условии, если у нас нет бесплатных листингов. А теперь лайфхак для тех, кто не в теме. Чтобы у вас был постоянный приток бесплатных листингов, мы можем получать их не только, когда мы открываем магазин, но мы можем потом делиться своей ссылкой приглашением и приглашать других новых продавцов. И в результате и новые продавцы будут получать по 40 бесплатных листингов, и вы тоже. То есть за каждого нового зарегистрированного продавца вы тоже получаете по 40 бесплатных листингов. Есть магазины, которые в принципе никогда не платят за листинги, они живут постоянно за счет того, что приглашают новых каких-то продавцов и тем самым обеспечивают себе вот эту строку расходов. Я в принципе практически попадаю в эту категорию продавцов, потому что по моей реферальной ссылке регистрируется каждый день определенное количество новичков. И мне этого не всегда, но практически всегда хватает. Я не призываю всех сейчас ломиться и открывать магазины по моей ссылке. Я щедрая, я делюсь. У меня есть в блоге посты, где в комментариях другие продавцы оставляли свои реферальные ссылки. То есть если кому-то из вас надо, вы можете прийти ко мне в комментарии. У меня пост этот закреплен в актуальных сториз. Вы можете зайти, взять любую ссылку и оттуда скопировать, ее использовать для открытия своего магазина. Дальше. Идем дальше. Помимо поддержки новичков на стадии открытия магазина в виде бесплатных листингов, эти также помогают новичкам пробиваться наверх. Поэтому иногда с новым магазином бывает проще работать, чем с магазином, который, допустим, там два года уже имеет. В чем это проявляется? Когда открывается новый магазин, для того, чтобы у новичка была возможность как-то там себя показать на первых страницах, Etsy периодически, как бы так сказать, жонглирует товарами. То есть, допустим, есть товары, которые часто можно увидеть на первых страницах Etsy. И так как они имеют хорошие продажи, то Etsy их показывать на первых страницах выгодно. Но если Etsy никогда не будет давать новичкам пробиться на эти первые страницы, Etsy понимает то, что рано или поздно приток новых продавцов просто перестанет быть. То есть, люди не будут регистрироваться на площадке, потому что им будет просто не пробиться на первые страницы. По этой причине они периодически вот эти старые листинги, которые имеют хорошие продажи, опускают с первых страниц и на место этих устоявшихся, да, таких бестселлеров пропускают листинги новичков. Да, то есть у нас получается то, что любой новичок, любой продавец, который недавно зарегистрировался, имеет неплохие шансы оказаться на первых страницах. Часто спрашивают, как часто длится вот такая вот поддержка новичков. На самом деле сложно сказать, что там она длится вот ровно, там, допустим, две недели, месяц, два месяца. То есть это такое негласное правило о том, что есть такая поддержка, но четких сроков нигде эти не фиксируют. Хотя они тоже подтверждают, что вот такая поддержка действительно оказывается. Дальше. У меня здесь подсказки. Я смотрю, чтобы не забыть вам сказать все важное. Дальше. Говоря о комиссиях, следует знать, сколько, в принципе, мы теряем, продавая что-то на Etsy. То есть, естественно, сайт коммерческий, он хочет зарабатывать на нас не только за то, что мы размещаем товары на этой площадке, но и получать свою маржу с продаж. На Etsy сейчас действует ставка 5%. То есть, допустим, если вы продали товар общей суммой на 100 долларов, то есть общая сумма – это сумма вашего заказа. То есть тут может быть сумма вашего товара, цена вашего товара и цена доставки до клиента. И вот, допустим, у вас цена товара была 90 долларов, доставка была 10 долларов, суммарно у нас получается 100 долларов. И вот от этой 100 долларов мы отчитываем 5%, которым мы оплатим Etsy. То есть 5 долларов. Дальше, опять же, если в вашей стране есть НДС на услуги, то мы отнимаем еще НДС. То есть получается от 5 долларов комиссии мы берем 20% в случае с Россией и платим еще 1 доллар сверху. То есть от заказов 100 долларов мы платим 6 долларов Etsy за то, что мы что-то на этой площадке продали. Дальше, какие сейчас у нас еще могут быть расходы? Помимо платы за листинг, помимо платы за продажу, на Etsy мы платим комиссии за рекламу, если мы ей пользуемся. При этом у нас реклама есть внутренняя, есть внешняя. То есть у Etsy есть очень хорошие партнерские отношения с Google, с Instagram, с Facebook, с Pinterest и с Bing. Есть такая поисковая система. И получается, что Etsy нас может рекламировать везде. И внешняя реклама от внутренней отличается тем, что за внутреннюю рекламу мы платим за клики. То есть нас могут сколько угодно показывать. Допустим, вы установили бюджет на рекламу 1 или 2 доллара в день. У вас будут показывать сколько угодно. Но заплатите вы только в том случае, если человек кликнет по вашему товару. При этом цена за клик, нам ее нельзя регулировать. Ее регулирует сам Etsy. То есть он может быть как 10 центов за клик, так может быть и 20 центов за клик. То есть здесь все зависит от ниши. И узнать, сколько будет цена у вас, вы сможете только опытным путем. Здесь вам никто заранее не скажет. А внешняя реклама отличается от внутренней тем, что здесь мы платим за результат. Но не в виде клика, а в виде продажи. То есть по факту мы можем пользоваться этой рекламой. Нас будут показывать, к нам будут люди переходить. То есть из Пинтереста, из Инстаграма, из Фейсбука, из Гугла, из Бинга. Но мы заплатим комиссию площадки только в том случае, если случилась именно продажа. То есть допустим, у вас опять же купили на 100 долларов. Мы заплатим комиссию за эту рекламу и размер комиссии будет 15%. Есть исключение, где комиссия будет меньше, она будет 12%. Но это для тех продавцов, кто знаете, за прошлые 12 месяцев сделал выручку не менее 10 тысяч долларов. То есть если мы говорим про новичков, то размер комиссии будет именно 15%. Хотите вы пользоваться такой рекламой? Не хотите. Это ваше дело добровольное. Не хотите, не пользуйтесь. Хотите, пользуйтесь. Я новичкам на самом деле рекомендую пользоваться, потому что для вас это хороший способ действительно получить первые продажи. Потому что иногда бывает достаточно сложно пробиться на первой странице внутреннего поиска. И какой-то даже небольшой внешний трафик, он является для нас дополнительным стимулом и дополнительными возможностями. Хотя за него приходится, конечно, платить. Но если говорить про себестоимость, про ценообразование, то, конечно, изначально нужно закладывать все вот эти возможные комиссии. У меня есть файл, где у меня есть файл, где все комиссии и Etsy и PayPal, про PayPal сейчас поговорим, заложены. Вы можете этот файл у меня скачать по ссылке в шапке профиля моего Etsy for Beginners. Там экселевская таблица, вы ее скачиваете, просто подставляете свои исходные данные и пользуетесь. На YouTube тоже можно поискать, тоже ссылка у меня есть в шапке профиля. Есть подробное видео о том, как пользоваться этой табличкой, это если будет не совсем понятно, допустим. Так, дальше, про PayPal. Вообще, какую роль играет здесь PayPal? Как происходит продажа на Etsy? Когда клиент пришел в ваш магазин, когда он увидел ваш товар, он практически сразу его оплачивает. В редких случаях он может его добавить в корзину, уйти подумать. Но большинство продаж на самом деле происходит по схеме. Пришел, увидел, понравилось, купил. И здесь у нас как раз вступает в игру PayPal, потому что большинство, я думаю, и слушателей, которые сейчас слушают этот эфир, это будущие или нынешние продавцы из СНГ. И вот мы получаем оплаты на PayPal. Оплата приходит сразу, да, то есть вот клиент увидел, ему понравилось, он купил, деньги сразу зачисляются к нам на PayPal счет. То есть нам не надо ждать, когда они там где-то, когда мы отправим эту посылку или еще что-то, да, они сразу к нам поступают. Исключение у нас это Республика Беларусь, это Украина, потому что в этих странах PayPal не работает на прием платежей. Для вас нужно будет подключать посредников. Я сейчас оставлю в комментариях хэштег, по которому можно будет почитать про те, какие бывают посредники. Так, 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 вот, хэштег оставила. Вы можете зайти почитать, то есть у вас в цепочку получения платежей включается еще дополнительная компания, которая получает изначально деньги на свой счет, а потом вы уже выводите эти деньги себе. PayPal тоже коммерческая площадка. Да, как ни крути, они тоже хотят денег за то, что мы пользуемся их услугами, и мы тоже платим им процент. Процент зависит от того, в какой стране находитесь вы, то есть в какой стране зарегистрирован ваш PayPal аккаунт, в какой стране находится ваш покупатель, да, то есть от этого ставка может немножко меняться. В среднем, в среднем можете брать для расчета примерно 4,4% от поступающей суммы. То есть если, опять же, тот же самый пример, если у нас заказ был на 100 долларов, то от 100 долларов мы платим 4,4%, то есть это 4 доллара 40 центов. Плюс, плюс к этому проценту у нас есть еще фиксированная ставка в размере 30 центов, да, то есть тут уже независимо от того, откуда был ваш клиент, 30 центов. То есть суммарно мы в этом примере заплатили 4,40 плюс 30, 4,70 с заказа в 100 долларов. Опять же, в той таблице, про которую я говорила, это тоже все уже заложено, все посчитано, то есть очень удобно. Так, далее, комиссия PayPal оплачивается сразу при поступлении денег на PayPal, то есть нам не надо отдельно там следить, когда там нужно ее заплатить. Комиссию Else мы оплачиваем раз в месяц, нам дается промежуток времени с 1-го числа по 15-й. То есть, допустим, вы в июне понесли какие-то там расходы у вас были за рекламу, за продажу, за что угодно. Счет за эти расходы вам выставляется 1-го числа следующего месяца, то есть 1-го июля. И вот с 1-го июля до 15-го июля вы должны будете оплатить этот счет. Так, дальше, 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 дальше про ассортимент. Давайте пару слов расскажу, чем нам важно иметь ассортимент. Почему нам важно иметь ассортимент? Ассортимент мы должны иметь не только и не столько даже для того, чтобы иметь какой-то статус перед покупателем, хотя это тоже важно, но ассортимент нам позволяет охватить большую аудиторию, потому что любой товар, когда мы оформляем на Etsy, мы его комплектуем названием, тегами, описанием, категориями, секциями. Я сейчас подробности вдаваться не буду, чтобы не грузить вас, но имейте в виду, что чем разнообразнее у вас будут теги, чем разнообразнее у вас будут названия, тем больше охват будет вашей аудитории, то есть тем больше людей вас может увидеть. И здесь прямо пропорционально, то есть если у вас всего один товар в магазине, то вас может увидеть только та аудитория, которую вы смогли зацепить тем названием и теми тегами, которые у вас были в этом одном товаре. Если у вас уже 10 товаров, то, соответственно, аудитория будет в 10 раз больше, но при условии, что вы поработали над тем, чтобы название не было один в один, как у того товара, который вы разместили первым, и не были один в один все теги, которые вы, соответственно, разместили в первом товаре. Надеюсь, это понятно. Так, дальше. Регулярность. Регулярность – это прямо мое любимое, про что я тоже очень много и часто говорю, это то, что Etsy, его можно сравнить с возлюбленным. Это как, знаете, человеку, которому нужно постоянно доказывать свою привязанность, показывать и говорить о том, насколько этот человек для вас важен. Вот Etsy – это примерно о том же. То есть схема, что я открыл сегодня магазин, а потом я пропал на месяц, а потом через месяц я решил добавить еще несколько товаров – это не про этот сайт. То есть если вы приняли решение, что вы хотите работать на Etsy, вы должны смириться с тем, что вы должны ежедневно хотя бы полчаса, час времени уделять для работы. При этом часто меня спрашивают, а что, блин, там делать каждый день по часу. Дел на самом деле очень-очень много. Мне вот даже часа времени не хватает, потому что работа не заключается только внутри Etsy. Мы должны, внутри Etsy конкретно, что мы делаем на регулярной основе? Мы мониторим конкурентов, мы добавляем новые товары, мы оптимизируем наши названия и теги, мы делаем распродажи, скидки, там обновляем, допустим, разделы магазина при необходимости, если у нас что-то поменялось, да, то есть там есть такой раздел «Объявление», где мы самую актуальную информацию транслируем. Дальше. Там можно заниматься масс-фолловингом, да, то есть тоже на Etsy, как ни странно, но вполне работающий инструмент. Дальше. Помимо внутренней работы на Etsy мы можем работать над привлечением внешнего трафика. Это как раз то, что работает отлично, но на что многие забивают – это приведение трафика из социальных сетей. То есть по-хорошему, по-хорошему вам желательно иметь хотя бы какой-то один аккаунт на Фейсбуке, в Инстаграме, в Пинтерест, на Ютубе, где угодно, да, то есть откуда вы будете вести тоже дополнительный трафик в свой магазин. Главное, чтобы это был трафик с целевой аудиторией. То есть если у вас есть аккаунт в Инстаграм, но он ориентирован на русскоговорящую аудиторию, не надо там размещать ссылку на ваш магазин и не надо отправлять людей из этого аккаунта в свой Etsy-магазин, потому что толку от этого не будет. Они не будут у вас там покупать, потому что, во-первых, есть нюансы, по которым, допустим, ваш покупатель из России просто технически не сможет оплатить вам товар через PayPal, да, то есть там нужно будет дополнительные подключать опции, через которые автоматической оплаты не случится. По этой причине, по этой причине привлекаем трафик социальных сетей только в том случае, если у нас действительно вот создан аккаунт, который будет специализирован именно на англоязычную аудиторию. Дальше, 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 дальше. Такое небольшое заключение, которое я хочу сделать. Совет тем из вас, кто решил создать свой магазин, кто еще в состоянии того, что, блин, надо, не надо. Первое, что я вам рекомендую сделать, это сделать анализ ниши. Очень подробное видео о том, как сделать вот такой первичный анализ ниши у меня есть на канале YouTube. Ссылка на канал YouTube есть у меня в основном профиле в шапке, да, по топлинку переходите, находите ссылку на YouTube и там увидите это видео. Оно относительно недавно было добавлено. Сделайте этот анализ ниши. Поймите, что продается, в каких цветах, в каком размере, по какой стоимости, с какими условиями доставки, по каким срокам, да. То есть все-все-все вот это впитайте, проанализируйте. Посмотрите, видео станет понятно. Дальше, только после этого сядьте и подумайте над тем, какой ассортимент вы можете дать, да. То есть, возможно, вы поймете то, что ваш ассортимент сейчас совершенно не готов для Etsy, и вам нужно его полностью перекраивать. Примите для себя, готовы вы это переделывать или не готовы. Поймите, что если ваш ассортимент будет кардинально отличаться от того, к которому привык покупатель на Etsy, который есть уже сейчас, скорее всего, у вас будут трудности с тем, чтобы наладить стабильные, хорошие продажи. Возможно, конечно, возможно, что вы будете первопроходцем, первооткрывателем, и возможно, что именно ваш товар зайдет, и вы вот просто хайпанете, и ваши товары будут бестселлерами. Но не факт, потому что публика зачастую достаточно консервативная, и если они видят что-то в большом объеме, срабатывает стадный инстинкт, да. То есть они видят то, что вот это хорошо продается, вот у этого значки бестселлер, значит, я тоже хочу такое же. Да, то есть хорошо вводить какие-то новинки, какой-то свой авторский стиль, свои авторские какие-то работы, когда у вас уже есть база, у вас уже есть продажи, у вас уже есть отзывы. А вот на старте, на самом старте, когда вы только-только открыли свой магазин, хорошо было бы, чтобы было вот больше вот чего-то такого общего с тем, что уже есть. Вижу здесь недовольный такой комментарий, что не получил ответы на вопросы свои, потому что я пока до ваших вопросов просто не дошла. Я сейчас расскажу свою часть, а потом буду отвечать на ваши вопросы. Дальше, про ассортимент. Готовим ассортимент. Я уже говорила, что желательно 10-15 позиций на старте, но может быть больше, может быть меньше. Отталкиваемся от того, что есть у вас. И обязательно смотрим действующие магазины, у которых уже есть хорошая продажа. Какой у них ассортимент, сколько у них позиций, то есть какой будет ваш идеал, к чему вы будете стремиться в дальнейшем. Извешиваем свои силы, да, можем мы к этому прийти или не можем. Дальше, займитесь подбором ключей. Подбор ключей – это то, о чем я писала как раз в последнем своем посте сегодня, о том, что подбирать ключи. Что такое ключи? Ключевые фразы – это то, из чего состоят названия и теги наших товаров на Etsy. То есть это вот те ячеечки маленькие, по которым нас люди, собственно, ищут. Если наши ключи, наши вот эти вот маленькие фразы будут подобраны просто, исходя из того, я художник, я так вижу, мне кажется, что меня будут искать вот так, скорее всего, вы будете где-то на последних страницах Etsy, и очень большая вероятность того, что вы никогда не пробьетесь вот на самый-самый верх. Подбирать нужно ключи, исходя из статистики поисковых запросов. То есть у вас должны быть ключи, у которых есть спрос, у которых относительно невысокая конкуренция, и у которых есть оптимальная вовлеченность. Что такое вовлеченность? Вовлеченность – это показатель того, насколько хорошо с вами взаимодействуют, не с вами именно конкретно, а вообще с товарами на Etsy по какому-то поисковому запросу. То есть, допустим, человек вбил в поиск слово «гифт», «подарок», и он смотрит огромную миллионную выдачу о том, что там, не знаю, по этому запросу и часы, и украшения, и книги, и кошельки, и все на свете. Хотя спрос будет большой показатель, такую фразу часто люди вбивают. Но вот именно вовлеченность будет достаточно низкая, потому что человек увидел вот этот весь винегрет и понял то, что ему это не подходит, что у него в голове есть все равно свое какое-то представление, что он хочет, допустим, подарок из часов. И он идет и после этого переформулирует, что ему надо не просто «гифт», а ему, допустим, надо «watch gift», то есть это подарок часы. И уже по запросу «подарок часы», «watch gift» уже будет гораздо выше вовлеченность, потому что человек идет целенаправленно за каким-то конкретным товаром. То есть вот эту статистику вы можете посмотреть на специальных сайтах. Про эти сайты я как раз написала в последнем посте. На слух вряд ли запомните, поэтому перечислять их не буду. Идите в последний пост, смотрите, там они все есть. Дальше. Продвижение. Запомните, то, что я уже говорила сегодня, это то, что открыть магазин недостаточно. Мы открываем магазин и настраиваемся на то, что у нас будет ежедневная работа. Это будет ежедневная работа по продвижению, по оптимизации наших листингов, наших товаров. То есть хотя бы полчаса, час в день, но каждый день, не пропадая. Ну, можно сделать там, допустим, один выходной в неделю, но не больше. То есть хотя бы чуть-чуть, но каждый день что-то там колупаемся, что-то делаем. Более подробно про продвижение, про то, что можно делать. У меня тоже есть отдельные видео, висят на YouTube. Заходите, смотрите. Думаю, что найдете там полезное. Все. Так, я выдала все то, что хотела. Теперь перехожу к вашим комментариям. У кого есть какие вопросы, задавайте, пишите. Буду на них отвечать. Так, вижу здесь много-много людей приветствуют. Так, а, я же обещала о сладком. Пока у нас есть время, пока я не дошла до вопросов, расскажу. Мы для вас со школой Мехенди приготовили подарок. Для тех из вас, кто хочет приобрести обучение по ЭТСИ, да, то есть для тех из вас, кто совсем не знаком с этой площадкой, либо кто открыл свой магазин, но не понимает, что на ней делать, как быть дальше, вы можете приобрести курс ЭТСИ для новичков. Изначально его стоимость 5000 рублей. В рамках спецпредложения для школы Мехенди вы можете получить этот курс со скидкой 10%. Дальше. Есть курс «Ключевые слова для ЭТСИ магазина». Это для тех, у кого уже магазин есть, но кто не может подобрать как раз оптимальные ключи. У кого есть проблемы с пониманием, что там должно быть со спросом, что должно быть с конкуренцией, как вообще это все искать, где искать, как работать с рэнком, как работать с мармалидом, то есть это как раз специализированные сайты. Про это тоже есть отдельный, то есть курс по SEO-оптимизации, как писать название, как выбирать оптимальные теги. Начальная его стоимость 2990 рублей. Опять же, по спецпредложению можно приобрести его со скидкой 10%. Ну и третий курс, который есть на базе моей школы, это курс по продвижению магазина. По продвижению как внутреннему, так и внешнему. То есть там задействованы все социальные сети, которые чаще всего пользуются американцы. Начальная стоимость 3490 рублей. Опять же, можно приобрести со скидкой 10%. Все ссылки Ирина оставит вам в шапке профиля и в сториз после этого эфира в этом аккаунте. Так, все, теперь могу отвечать дальше на комментарии. Я свою миссию выполнила. Так, сколько платят в Европе? Насколько я помню, этот вопрос был про листинги. В Европе все неоднозначно. Есть страны, где нет НДС на услуги, соответственно, платят 20 центов за размещение листинга. Те страны, где есть НДС, соответственно, плюсуются сверху НДС. Размер НДС у каждой страны свой. То есть здесь единого ответа я вам сказать, к сожалению, не могу. Так, мы находимся в Европе, планируем продавать в этом регионе. Можем ли мы привязать русскую карту и должны ли мы отчитываться налоговых в Европе и России? Если да, то какой суммы в России? Если вы находитесь в Европе, то вы будете работать не через PayPal, вы будете работать через Etsy Payment. Это отдельная система получения платежей, которая завязана на привязке банковского счета и банковской карты той страны, где вы находитесь. Соответственно, все отчеты, вся документация, которая может быть, будет у вас внутри вашей страны. Соответственно, опять же, налоговые требования, вот это вот, все эти нюансы в каждой стране разные. Тут единого ответа я вам, опять же, дать не смогу. Что такое посредник в Etsy? Зачем он может быть нужен? Можно ли сменить данные карты PayPal в будущем? Все менять можно. Посредник нужен только тем, кто работает из стран, где PayPal не работает на получение средств. Если вы находитесь в Европе, у вас, еще раз повторяю, у вас будет Etsy Payment, а вам не требуется посредник. Я хочу открыть второй магазин. Есть только три товара. Когда материал придет через месяц? Мне сейчас открыть магазин или попозже? Я бы на вашем месте дождалась, когда придет материал, чтобы не было никаких задержек, а пока просто пособирала дополнительный материал, не в плане для творчества, а дополнительный материал про эти. Хотя, раз у вас второй магазин, то, вероятно, вы уже более-менее ориентируетесь. В общем, я бы открывала магазин тогда, когда уже есть материал, и понятно, из чего вы будете делать заказы в случае, если они поступают. Разные категории полезно размещать в одном магазине? Да, потому что категории, они способствуют дополнительным возможностям поиска по рубрикатору. То есть, знаете, как на любом, в принципе, маркетплейсе есть рубрикатор, и не все покупатели ищут по поисковому запросу какому-то. Некоторые просто, знаете, как говорят, серфят по интернету. То есть, они зашли, зашли там в украшения, потом из украшений перешли в кольца. Из колец перешли там в какие-нибудь, допустим, регулируемые кольца или кольца там с камнями. И вот они вот так вот гуляют, гуляют, гуляют. И это все как бы идет по категориям, по разбивкам. То есть, категории, если у нас будут разнообразные, то для нас это дополнительная возможность, опять же, охватить большую аудиторию. Куклы и заколки. Вот смотрите, у вас речь даже не столько про категории, сколько про разные виды товаров. Куклы и заколки – это товары для разных целевых аудиторий. Смешивать товары для разных целевых аудиторий в одном магазине я не вижу смысла, потому что работать с такими аудиториями будет сложно. Вам будет сложно привлечь трафик какой-то внешний, потому что те, кто будут интересоваться куклами – это одна аудитория. Те, кто будут интересоваться заколками – это другая аудитория. По-хорошему, для таких товаров нужно делать разные магазины. То есть, много разных категорий – это хорошо, но когда эти категории завязаны на одну аудиторию. Так, как найти вас на ютубе? У меня ссылка в шапке профиля есть, либо можно вбить Etsy для новичков. Что там с доставкой? С доставкой, ребят, сейчас все весело. Я всегда отправляла почтой России, но почта России нас очень сильно подвела как раз в период пандемии. Очень много задержек. У меня самой сейчас висят где-то в непонятном состоянии транзита отправки, которые были еще в середине марта. То есть, по ним ни слуху, ни духу, и где они, и что они. По этой причине я в прошлом месяце перешла на цифровые товары в ожидании, когда все это утихнет, когда у нас возобновит нормальную работу почта России. Но так как пока ничего не понятно, когда там почта России вся разрулит себя, то я стала искать другие способы, какие у нас есть еще варианты для доставки. И нашла для себя, в принципе, две неплохие, два неплохих варианта, даже три. Про один из них я уже написала пост. Это вариант с компанией Spring. Про него можно почитать. У меня пост отдельный. Он называется, обложка называется «Альтернатива почты России», по-моему, так. Второй вариант – это доставка через Space Express. Но Space Express работает только с юридическими лицами, то есть с ИП, СОО, самозанятыми, но с физическими лицами они не работают. Они мне обещают скинуть на днях прайс, но я разговаривала с Михаилом, с учредителем этой компании. Он мне пообещал, что там будут достаточно хорошие тарифы, немногим выше, чем Почта России. При этом они обещают достаточно быструю доставку. И есть еще третий вариант – это Складуса. Склад USA. Ее называют просто часто Складуса. Компания, которая базируется вообще в Украине, но у них есть свой штаб еще в Республике Беларусь. И они знают то, что есть тоже наши продавцы из России, которые переправляют изначально к ним в Республику Беларусь свои посылки. А оттуда они быстро доставляются уже до конечного получателя. И там тоже достаточно хорошие расценки. Я в ближайшее время про это напишу отдельный пост. А насчет доставки, как она вообще организуется? Мы обычно отправляют государственной почтой. Большинство продавцов из России отправляют почтой России. Большинство продавцов из Украины отправляют почтой Украины. Это международная практика, скажем так. Но сейчас очень многие переходят на те варианты, которые я только что озвучила. Для покупателя мы в карточке нашего товара заполняем отдельные поля. Отдельно мы рассказываем про цену товара. То есть про сроки обработки этого заказа. Сколько нам времени требуется на обработку этого заказа. И отдельным полем мы указываем стоимость доставки. То есть мы изначально ее должны зафиксировать. И по желанию продавца можно указать ориентировочные сроки доставки. Но здесь смотрите сами. То есть если вы новичок, если вы еще не очень хорошо разбираетесь в том, сколько действительно может идти из вашего города доставка в какую-то конкретную страну, лучше просто это поле не указывать. Не заполнять. Так, каждый день товары добавлять или можно только менять теги? Если есть возможность добавлять каждый день товары, конечно же добавляйте. Если такой возможности нет, старайтесь просто надолго не пропадать. Добавлять хотя бы пару товаров в неделю. То есть на начальном этапе. Я не говорю о том, что 10 лет вы работаете на ЭЦИ, 10 лет вы каждый день добавляете какие-то товары. Нет, я говорю именно про работу в первые пару месяцев. Что касается изменений тегов, теги желательно менять не чаще, чем раз в месяц. В одном листинге, имею в виду, в одном товаре не чаще, раз в месяц. Это потому, что у нас товар, после того, как вы его размещаете, он индексируется системой. И, соответственно, у нас уходит время на то, чтобы система поняла, а что именно мы продаем. И если у нас, прошу прощения, у меня телефон разрядился, поэтому мне надо подключить... Так, минутку. Вот так. Так, о чем я говорила. А, и чтобы у нас система, у системы не было сбоя, чтобы наш товар вообще полностью не выпал из поиска, желательно менять теги не одним днем. То есть, допустим, вы один день поменяли теги в одном товаре. Через день, через два вы поменяли теги в другом товаре, если есть такая необходимость. То есть, не надо делать так, что у вас всего 10 товаров, и вы одним днем взяли и решили поменять их все. Сколько времени надо, чтобы выйти на продажу? Хороший вопрос, потому что единого ответа тоже нет. У меня есть студенты, которые вышли на продажу в первый же день. Да, были такие, которые открыли магазин, и в тот же день не случились продажи. Но это, скорее, такой счастливый случай. Есть те, у кого продажи наступили через две недели, таких большинство. И есть те, кто может выйти на продажу через месяц, через два и даже позже. То есть, тут все зависит от того, насколько у вас актуальный товар, насколько он хорошо описан именно ключевыми фразами, и насколько хорошо подобраны ваши фотографии, и насколько хорошо организована работа по продвижению. То есть, если вы ничего не делаете для продвижения своего магазина, вы можете ждать продаж годами. Если работаете, если вы задействовали все возможные каналы продвижения, в этом случае можно ожидать в среднем где-то в течение двух недель. Надо ли страховать посылку при отправке в Европу почты России? Я не страхую. Так, что насчет стоимости доставки? Тарифы почты космические. Есть такой момент, такой тариф, который называется мелкий пакет. Мелкий пакет – это не посылка, это отправление почтовое, которое отличается от посылки тем, что у него как раз очень лояльные тарифы. Актуальные у меня висят тоже в актуальных сторис, в шапке профиля. То есть, там начинается, по-моему, от 360 рублей, если не ошибаюсь. Так вот, чем отличается мелкий пакет от обычной посылки? Тем, что, во-первых, тариф фиксированный для всех стран мира, то есть, что в США, что в Финляндии у вас будет одна и та же стоимость, тариф зависит от веса отправления. И в мелкие пакеты попадают только те отправления, которые у нас до 2 кг. То есть, если отправление тяжелее 2 кг, в этом случае это все-таки уже как посылка. Какова целевая аудитория акварельных диджитал клепартов? Ребят, я не видела ваших акварельных диджитал клепартов, соответственно, сказать наверняка не могу, но думала, что что-то связано с дизайнерами, потому что в основном клепарты покупают либо дизайнеры для создания потом каких-то других макетов, либо у вас может быть аудитория блогера. Допустим, я блогер, я веду блог этих лобби-гиннесс, и я регулярно покупаю клепарты для того, чтобы оформлять обложки для своего профиля. Как продавец может узнать, что товар дошел до покупателя? По трекингу. Вы же когда отправляете вам почту, что почта, что экспресс-службы дают трек-номер. Так же, как по России, мы отслеживаем просто по трек-номеру. Эти навязывают добавлять бесплатную доставку. Хорошо или лучше оставить платную доставку? Нужно смотреть, что происходит в вашей нише, потому что есть ниши, в которых буквально все продавцы перешли на бесплатную доставку, и вы со своей платной можете выбиваться. Но хотя и здесь у вас могут быть плюсы, потому что, допустим, всем понятно, что никто не будет бесплатно отправлять, что продавцы просто заложили стоимость своего отправления в стоимость товара. По этой причине цена у них будет выше, чем будет у вас, если вы, допустим, цену оставите отдельно на доставку. То есть, допустим, у всех будет 100 долларов, цена товара у вас будет 90 долларов. То есть, визуально ваша цена будет выглядеть привлекательней. Но, но, то есть, нужно вообще отталкиваться с того, что происходит в целом. Взвесить все за и против. Можно попробовать, допустим, часть товаров сделать с бесплатной доставкой, часть с платной, посмотреть, что зайдет лучше. Я для себя в свое время приняла вывод, что мне удобнее и мне больше нравится и мне интереснее предлагать бесплатную доставку не априори на все товары, а при определенной сумме заказа. То есть, допустим, сумма заказа на 35, на 50, на 70. То есть, у всех разный ценовой сегмент. То есть, отталкиваетесь от себя, берете какую-то сумму заказа и именно на нее предлагаете бесплатную доставку. Так. Когда меняем теги, мы перезапускаем листинг. Когда меняем теги, мы перезапускаем индексацию. Если мы хотим, чтобы у нас индексация прошла быстрее, в этом случае я рекомендую пользоваться опцией Renew. Это опция обновления. То есть, я как понимаю, сейчас у нас появились тут продавцы, которые уже не совсем новички. Я надеюсь, что вы знаете, что такое Renew. Ну, в общем, если вы поменяли теги или поменяли название или поменяли категорию, я рекомендую вам пользоваться этой опцией. Скажите, пожалуйста, какие внешние способы вы используете для продвижения своих диджитал товаров? Я здесь очень непоказательный пример, потому что у меня сейчас конкретно запустился курс обратной связи, это для новичков. Соответственно, мне совершенно не до моего магазина, я им практически не занимаюсь. Предыдущий месяц, а на цифровые товары я перешла где-то месяца полтора-два назад, получается. Предыдущий месяц у меня был весь в подготовке к этому курсу, соответственно, мне тоже было не до своего магазина. А, соответственно, месяц назад, вот тогда, да, тогда я использовала, я использовала Instagram продвижение, я использовала Facebook, и я использовала частично Pinterest. Вот. Так, есть еще вопросы? Вроде бы никого не пропустила. Деньги на карту падают сразу при оплате или когда покупатель получит посылку? Деньги падают не на карту, деньги падают на ваш PayPal аккаунт. Если вы работаете без посредника, они поступают к вам на PayPal сразу. Если вы выводите их потом с PayPal к себе на карту, то есть выводим мы не на карту, выводим мы на банковский счет. Но если он привязан к карте, то, соответственно, можно сказать, что на карту. Скорость вывода зависит от того, с каким банком вы сотрудничаете. У меня Сбербанк, у меня выводят в среднем либо в конце того же дня, когда я вывела, если я вывожу утром, либо на следующий день. Вообще там, по-моему, в среднем до 2-3 дней. Может быть вывод. Если работаете через посредника, то здесь зависит от того, какие условия конкретно у посредника у вас. Потому что есть те, кто с новичками, допустим, работает только с условием, что деньги выводятся после того, как товар доставлен. По треку видно, что товар уже у покупателя. Либо там есть какой-то период, не помню, 30 дней или 40 дней. То есть если трекинг не обновляется, то считается априори, что он доставлен якобы. Вот как-то так. То есть зависит от того, в общем, с кем вы сотрудничаете. Напрямую с PayPal, либо подключаете посредника. Если листинги с плохой конверсией не покупали, стоит ли там заменять товар или для нового лучше новые листинги создать? Если листинг был изначально с плохой историей, то не надо его мучить. Деактивируйте, либо удалите его, а для нового товара сделайте новый. Так, что вы продаете на Эти? Мой магазин изначально, вообще у меня, это далеко не первый мой магазин, когда я пришла на Эти, то есть это будет лет 12-13 назад, у меня был магазин по детским товарам. Там были пинетки, там были какие-то вот эти слингобусы, но тогда они слингобусы назывались как-то по-другому, уже не помню. Мелкие игрушечки, да, то есть вот какая-то такая мелочокка, в основном вязаная крючком. Вот, потом, потом у меня случился тяжелый период в моей жизни, связанный с родами, с беременностью. У меня была достаточно тяжелая беременность, я половину беременности провела в больнице на сохранениях. Вот, в какой-то момент я поняла, что я просто уже не могу выполнять заказы, и вообще вот такое было нервное напряжение. Я закрыла этот магазин, на самом деле ни разу не пожалела, по той причине, что за те годы, сколько я этим занималась, у меня все эти пинетки, игрушки вот тут уже были. Вот, я до сих пор, когда у меня возникает мысль какая-то о том, что там ребенку, своему сыну сделать какую-то там интересную игрушку, меня подташнивает от мысли, что я могу это сделать сама, мне проще сейчас заказать этого мастера и к самому к этому даже не подходить. Вот, а потом я в прошлом году создала новый магазин, я создала магазин по эко-товарам, то есть это товары, которые помогают вести более осознанный образ жизни, потому что мне эта тема очень близка, и сама этой концепцией очень прониклась давно. То есть там были шоперы, там были фруктовки, там были какие-то эко-джутовые мочалки, губки для мытья посуды, различная, то есть такая вот мелочевка для дома. И вот как раз, когда началась вся эта ситуация с пандемией, когда начались задержки с почтой, я тут свой весь физический товар пока что скрыла и оставила только цифровой, мастер-классы, то есть тоже на разные мелкие товары. Так, подскажите мне игрушки в магазине, хочу добавить браслеты. Браслеты, СА, будет одна или разделять нужно, смотря какие у вас браслеты. Вот смотрите, если у вас игрушки для малышей, совсем для малышей, а браслеты у вас в духе слинга браслетов, то у вас одна аудитория. А если у вас игрушки, допустим, для малышей, а браслеты в стиле Боха какого-нибудь там, или там еще какие-нибудь другие, да, здесь уже разные аудитории. Либо если у вас игрушки коллекционные, а браслеты уже для малышей, опять же, разные аудитории. То есть у вас как-то все очень неконкретно. То есть в вашем случае я вижу скорее, что надо разделять. Но опять же, разделять есть смысл в том случае, если у вас есть полноценный ассортимент для того, чтобы это разделять на отдельные магазины. Если у вас игрушек, допустим, там 20, 30, 50 штук, а браслетов 2 и все, и больше пока у вас нет времени их делать, но смысл эти два браслета выносить в отдельный магазин. Сделайте отдельную секцию в этом магазине и продавайте их там. Но, то есть отталкивайтесь от своего положения, да, сколько у вас товаров, готовы ли вы ввести полноценный отдельный магазин или не готовы. Так, если я зарегистрирована на Pinterest, но своих личных пинов нет, если я начну свои выкладывать пины, то мои доски будут видны всем, не совсем понимая механизм. Зависит от того, какие у вас доски. Там есть понятие секретных досок, секретных или приватных, я не помню, как они точно называются. В общем, те, которые видны только вам. Есть доски, которые видны всем. Если вы начнете на них, соответственно, пинить свои товары, то они тоже будут видны всем. Про страховку в Европу я уже говорила, я не страхую. Так, как эти относятся к созданию нескольких магазинов? Можно ли открыть еще один магазин на свое имя? Эти вполне хорошо относятся к созданию нескольких магазинов. Для них это дополнительный доход, поэтому вы можете открывать на свое имя сколько угодно магазинов. Так, у меня в магазине разные товары. Хочу разделить на два магазина. Те же фото нельзя использовать, крайне нежелательно. То есть у них формулировка достаточно такая обтекаемая по этому вопросу, но вообще нежелательно, чтобы у вас фотографии повторялись. Так, ребята, у нас осталось 22 секунды. Я буду сейчас завершать этот эфир. Я надеюсь, что вам было полезно. Кому нужно, напоминаю о том, что можете воспользоваться спецпредложением по покупке курсов. Ссылки Ирина оставила в этом аккаунте. Уже висит она в шапке профиля и будет еще в сториз. Все. Всем желаю удачи, хорошего дня. Всем пока.